С новостями культуры в студии телеканала 24КЗ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. В Алматы официально стартовала выставка «Ван Гог. Ожившие полотна». Благодаря использованию современных технологий этот проект специализируется на массовых передвижных выставках и масштабных мультимедийных показах. Мероприятие популяризирует искусство и превращает его в развлекательное шоу, которое показывают по всему миру. Свидетелем события стал наш корреспондент. Стоит отметить, до Казахстана экспозиция «Ван Гог. Ожившие полотна» побывала во многих странах. Передвижная выставка уже показана в Стамбуле, Сантьяго, Будапеште и Сингапуре. У нас она проводится при поддержке Управления культуры Алматы. Три тысячи динамических изображений, связанных с жизнью и творчеством художника, предстают перед публикой на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки. Огромные яркие изображения настолько реалистичны, что и хочется коснуться. Искусство – это всегда духовность, это всегда развитие. Поэтому посылок какой основной? Чтобы казахстанцы увидели мировой лицензионный проект, безусловно масштабный для Казахстана, безусловно интересный. Это, ну, конечно, это тренд, это новое видение искусства. Мы привыкли все к галереям, а это уже некий другой формат, который позволит почувствовать с другой стороны. Более технологичный, более концептуальный. Расположенные на стенах, потолке и даже на полу экраны сконструированы с учётом особенностей выставочного пространства, так, чтобы привлечь внимание зрителей к важнейшим деталям картин Ван Гога, к неповторимому стилю, колориту и живописной технике художника. Кроме картин, в выставке использовано изображение той действительности, что окружало Ван Гога при жизни и служило источником вдохновения художника. Я бы сказал, это полное погружение. Ну, за счёт таких простых вещей, как полусвет, эпизодические погружения вообще в тьму и возникновение из тьмы таких ярких образов, особенно жизнерадостных образов и жизнерадостного периода Ван Гога жизни на юге Франции. То есть здесь можно даже почувствовать, что ты перенёсся в Прованс вместе с Винсентом. Жители и гости Алматы смогут насладиться звёздной ночью до 1 октября текущего года. В Новом музее современного искусства Нью-Йорка открылась выставка, посвящённая творчеству арабских мастеров. Но их происхождение имеет значение меньшее, чем мировоззрение, которое они, разумеется, отражают в представленных работах. Это граждане мира, бережно относящиеся к своим корням и не менее бережно воспринимающие чужую культуру, её традиции и её каноны. Жанры — от фотографий до скульптуры, от инсталляций до видеоарта. Новый музей современного искусства — один из крупнейших мировых собраний произведений искусства конца XX-XXI веков. Он был основан в 1977 году Марси Такер, работавший до этого куратором по живописи и скульптуре в Музее американского искусства Уитни. В 1983 году коллектив сотрудников нового музея отвечал за оформление американского павильона на 41-м венецианском биеннале искусств. Ежегодно в Новом музее организуется не менее шести крупных выставок, в том числе и персональных. Представлены, как правило, художники, уже сделавшие себе имя в мире искусства, однако ещё не выставлявшиеся на столь больших и престижных музейных площадках. Проходящая экспозиция арабских мастеров под названием «Здесь и далее везде» будет открыта до сентября текущего года. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok